ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК Что ж, давайте тогда по-быстрому пройдёмся по второй части. Но перед этим я предлагаю взбодриться с Имба Энерджи. Самые ожидаемые вкусы имбы теперь наличие, да ещё и по скидке до 33%. Если кто не знает, Имба Энерджи это первый в РФ и СНГ быстро створимый энергетик для геймеров и любителей аниме. Недавно ребята из Имбы выпустили вкусы в обновлённом составе. Это значит, что формула каждого из энергетиков была улучшена и доведена до совершенства, благодаря чему каждый вкус стал просто бомбическим. Кстати, в составе используются только качественные ароматизаторы из Германии. В каждой баночке находится целых 18 порций напитка, а это 6,3 литра энергетика. Хватит надолго. Каждый день на сайте Имбы вы можете поймать скидку на легендарные вкусы в обновлённом составе или на топовые новинки. Скидка на них ограничена по времени и не задерживается на сайте больше двух дней, поэтому стоит поторопиться. Лично я успел запастись твое вкусами. Яблоко-карамель. Неповторимое сочетание кислого яблока со сладостью карамели. Вкус для настоящих ценителей уникальных сочетаний. Лесные ягоды. Сочный и сбалансированный микс из лесных ягод. Первую партию обновлённых лесных ягод разобрали за 11 дней. Тропик. Сочный микс тропических фруктов напомнит о жарких летних днях, и пляжи подарят бодрость и отличное настроение. Кстати, его недавно можно было урвать со скидкой 33%. Но не стоит забывать и о других вкусах, ведь каждый из них прекрасен в своём сочетании. Эти сочные девочки уже ждут. Когда ты заберёшь их к себе, не упусти самую большую скидку. Заходи на сайт и делай заказ прямо сейчас. Ссылка в описании под роликом. Дракула Воскрешение продался на ура. А поскольку у игры концовка была открытая, то вполне было очевидно продолжению быть. Но на самом деле это было ещё очевидно по причине того, что игра буквально ощущалась внезапно обрезанной. Я до сих пор уверен в том, что изначально планировалась одна игра, которую по причине бюджетов разделили на две. Аргументом данной теории ещё является тот факт, что игру сделали очень быстро. Конечно, можно предположить, что разрабы струячили как могли. Но в таком случае они струячили и кранчили очень сильно. В Европе первая часть вышла в октябре 1999 года. А часть вторая вышла уже в сентябре года 2000. То есть игру сделали меньше, чем за год. Тогда, допустим, предположим, издатель решил не дожидаться, пока игра хорошо продастся, и сразу дал добро на разработку. Или же мы смеем предположить, что издатель взял и сказал «Эй, слушайте, а давайте вместо одной игры продадим две». В пользу данной теории работает ещё один аргумент. Вторая часть гораздо больше, сложнее и нажористее. И чё-то я сомневаюсь, что разрабы смогли бы с нуля сделать такую игру за данное время. Взять всё, да и поделить. И нет, это не попытка докопаться до игры. Ни в коем случае. Допустим. Ладно. Такое бывает. Но на этом странности не заканчиваются. Например, оригинальные разработчики игры после выпуска второй части отвалились, и дальнейшие игры уже делали другие люди. Да, это, конечно, мы сейчас забегаем вперёд, но говорю я это, дабы вы поняли одно. На данной игре история Дракулы должна была закончиться. По авторской задумке это и есть конец. Всё, последняя игра. А потому и оценивать мы её будем как последнюю игру. Например, если вдруг будут какие-то недосказанности и непонятные нам мувы, то мы будем считать, что разрабы их и не хотели раскрывать. И даже после этого это ещё не все странности и шероховатости. Во время разработки всё так же происходили какие-то непонятные мутки со слиянием команд разработки, которые я пытался проанализировать, но так и не понял. Вкратце ситуация похожа на странную трансформацию ВАЗда из никому не нужного сервиса в другой никому не нужный сервис. К слову, саму игру встретили прохладно. Нет, первую часть тоже встретили, не очень, но... Меня уже ругали за произношение в первом ролике, но тот же самый журнал Generation Quasite Quattro... В общем, они отругали игру и поставили ей 3 звезды из 6. Графика хорошая, атмосфера хорошая, а всё остальное нехорошее. Игра не предлагает ничего нового по сравнению с первой частью и вообще могли бы сделать лучше. Ну, французов мы не слушаем и вообще их забыть спросили. Данную игру мы с вами оценим сами и сами сделаем все выводы. Не поймите меня неправильно. В первом ролике я нагнетал саспенсы и подготавливал к тому, что сейчас занырнём в нечто ужасное и я не соврал. Вся игровая серия пропитана множеством ужасов и проблем, но чем больше я её изучал, тем больше понимал, что игры эти во многих ситуациях реально были заруганы ни за что. И что самое любопытное, первая часть, вторая часть, данные игры весьма любимы народом. Я люблю иногда находить в ютубе прохождение игр и чисто залазить в комментариях, посмотреть, что народ пишет. Данные игры вспоминают с теплотой. Вспоминают, как играли сами, с родителями, с бабушками. Даже такие комментарии были. Я это веду к тому, что о данных играх реально вспоминают с ностальгией. А потому передо мной сейчас стоит весьма ответственная задача. Мало того, что рассказать про данную игру, но и отнестись к ней со всей справедливостью. Дамы и господа, устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Дракула 2. Последнее прибежище. Игра запускается, а сюжет же начинается с напоминания того, чем всё закончилось в первой части. Поскольку вы все смотрели первый ролик, да ведь? Мы скипаем это и идём дальше. Прошла неделя. Лондон. Один из прислужников Дракулы, а именно тот самый усач Шрёдингера, ныне Аки Дэнди лондонский одет. Дракула материализуется и начинает затирать Яши Цыгану. А актуальный положняк, а именно то, что Харкер с драконьим ключом прямо в Лондоне и будет побеждён непобедимым Дракулой. Ребятам же на подсосах стоит быть на чеку, иначе граф будет наказывать берцами по ребрам. Напоследок же он говорит «Я всё сказал!» и превращается в пыльцу с попой Тинкербелл. Боярский в шоке. Стилистически игра никак не поменялась. Я это подмечаю к тому, что бывает такое, что выходит игра, а продолжение выглядит как продолжение совсем другой игры. Вы только представьте себе, Дракула 2, но в стилистике... Петьки? Далее мы наблюдаем, как Дракула в виде пары от электронки со вкусом мочи летит в сторону дурки, где ныне находится его давний слуга Хопкинс. Рафлан Дурачок уверяет хозяина, что всё готово, идёт строго по плану вампирыча, а Джонатан и драконий ключ в этот раз точно проиграют. Дракула в очередной раз превращается в пердёж и снова улетает. На этом предисловие кончается, а мы же начинаем игру, где снова смотрим предисловие. Уже неделя прошла, с тех пор, как я вернулся из Трансильвании, а сна мне не видать. Состояние Мины оставляет желать лучшего. Из-за вампирского укуса у неё дикие приступы. Да, Дракула всё ещё не побеждён, а потому Мина всё ещё в опасности. Да и вообще все в опасности, пока этот числашный кретин гуляет на свободе. Ныне Мина под присмотром доктора Сьюварда, товарища Джонатана, который имеет некоторые знания, способные помочь в борьбе с вампирской заразой. И, в общем, пока доктор Мини делает лечебные клизмы из полыневой настойки, наш Джонатан направляется в Карфакс, в лондонское убежище Дракулы. На этом предисловие кончается. А я же... А когда игра заканчивалась, первая часть, и Джонатан что-то там говорил про товарища, я всё-таки ожидал, что это реально будут товарищи, а не друг типажа... Ну да ладно. С этого момента начинается полноценный геймплей. Как вы можете увидеть, игра мало чем отличается от своей предшественницы. Это всё тот же панорамный квест с абсолютно статичным окружением и абсолютно диким звуковым сопровождением. Особенно это заметно, когда мы заходим внутрь Карфакса. Звуковое сопровождение до сих пор струячит самая кокора. К слову, в одном ревью я читал, что в игре нет никакой атмосферы. Что ж, как бы это ни звучало странно, но, видимо, не занесли чумодан. И тут я, конечно, повторюсь. Да, пока что игра играется и ощущается буквально как первая часть. Причём выглядит настолько как первая часть, что мои подозрения о том, что это не новая игра, просто вырезанный 50% контента, который подают под видом новой номерной части, лишь в очередной раз подтверждаются. Но, честно, на это абсолютно наплевать. Ибо тут наш Джонатан, наш мальчик, наконец-то пошёл во вражеское логово, и вы не поверите. Он взял с собой оружие! Да за один этот мув я уже готов разрабам член пожать, давалые уста поцеловать. Джонатан изучает помещение. Внутри жутко, всюду грязь, да и глазу непонятно за что зацепиться. Лутаем самые разные предметы и находим дневник Дракулы. Дневник является важным предметом, который мы будем юзать в течение всей игры. Не то, чтобы тут граф писал о чём-то личном, тут он скорее пишет всякую дрисню про ловушки и головоломки, которые Джонатан встретит на своём пути. Притом, на инфу он не особо щедрый, так как записи с мыслями всего две штуки, а вот остальное просто непонятные рисунки и закорючки. Я этому абсолютно не удивлён, потому, как мы помним, Дракула скудаумный дурачок. Дорогой дневник, я покакал. Кстати, поскольку поговорка какой стол, такой и стул, правдиво. Я какал кровью. Помогите. А ещё меня смешит одна из записей, где он насмехается над людьми, называя их примитивной тупой расой, которая даже с простыми механизмами справиться не может. Типа, мужик, чья бы корова мычала? Хотя, возможно, судит он о человечестве сугубо по этой троице. А троица это, кстати, местные цыгане, а потому цыгане. Ну да, отбросим шутки. Сам по себе дневник является и интересным нововведением, и новым слагаемым во многих головоломках. На этом новинки не кончаются. В инвентаре теперь можно комбинировать предметы. Да, в первой части подобно заниматься нельзя, но не все предметы можно комбинировать. Можно соединять лишь предметы из лево-вертикальной секции сугубо с предметами из кругового отдела инвентаря. Вот взяли спичками, свечку подожгли, поставили, увидели ключики на стене. Приятно. А еще? Еще мы открываем ключиками дверь и входим внутрь. Тан-дан-дан-дан! Честно, я по первой, когда увидел данное тело, чуть не обосрался. Но не бойтесь, это всего лишь труп некого Джефферсона Пибоди, который до этого работал на кладбище. В первой части мы ходили туда-сюда. Решали головоломки, что-то делали, болтали. В данной же игре кое-что поменялось. И это еще одно нововведение. Ох, еб твою налево, что это, кто это, это кого? Вот видите, нет, я испуг... Нет, я не просто испугался. Ситуация была усугублена тем, что до этого, как назло, не было какого-то громкого музыкального сопровождения. Был просто легкий такой белый шум. И вдруг неожиданно появился какой-то упыль под сопровождение настолько громкого звука, что даже если его просто заменить на металл пайп, ничего не поменяется. Это было очень жестко, это страшно. Тем не менее, именно тут мы видим еще одно нововведение игры. Головоломки на время и возможность умереть. А данную головоломку я, кстати, сразу не решил. У меня есть револьвер, который меня пытался стрелять во врага, в окно, но все без толку. Упыль даже уступчиво дал мне время на раздумья. Стоял и не мешал. Мало того, стоило время не закончиться, как упыль двигался к нам ближе сантиметров на 10 и таймер перезапускался. Это, конечно, мило со стороны упырина, но выглядит странно. И да сам упыль выглядит живым, двигается, но вот статичный фон вообще не вяжется тут. Знаете, как будто хреново грин-скрин просто взяли и налепили на не особо качественное изображение. То, что револьвер не берет упыря, меня не удивляет. Благо, я додумался выстрелить по замку, но и этого было мало, а потому чудовище потеряло терпение и анально угнетнуло Джонатана. Шучу, он его не совратил в туза, он его просто убил. Хотя я уверен, что мои маленькие любители Рулл-34 и не такое нарисуют. Да ты заебал. Вот, например, замечательный художник, чайник, я постоянно произношу неправильно, рот и хейр, специализируется на гурятине и егои. И вон... О, не, не, а вот, не, а вот это я осужен. Сама головоломка решается путем забаррикадирования двери мебелью, а затем, а затем, я провел тут полчаса. Я реально не понимал, что тут нужно сделать. Я обо все тыкался и сфолил все предметы на все и как обычно думал, ну че не так-то? А на деле все как обычно и я просто не увидел в камине в темноте темную кочергу, которой уже надо было разбить окно и с помощью зеркала дезинтегрировать твари. Минус упырь. Ох, если и дальше так пойдет, игра будет... Совсем не сахарный петюшок. И хоть пока всякие кочерги искать не надо, то упырей убить надо предостаточно. Вот второй упырь. С помощью зеркала света уничтожаем. Вестибюль встречаем аж троих, благо с ними герой справляется с легкостью. Мы Student Идем КОНЕЦ И что в итоге? Не успел пройти первый сегмент игры, а Джонатан уже словил 5 фрагов. Наш гуттаперчевый мальчик взял на себя целых 5 упырей. Не, ну стой, не, ну это ладно, это уже перебор. Кстати, теперь когда у нас имеется возможность погибать в игре, сохраняться стоит почаще. Достаточно забавляет, что меню сохранения стилизировано под палаты дурки. Мне кажется, что в нынешних условиях это очень даже кстати. Займев кочергу, мы можем спуститься в подвал Карфакса, в подвале вроде ничего такого. Я походил по двору, везде, где что можно подобрал, и все равно не понял, что надо делать. А суть проблемы, как всегда, одна и та же. Просто мне надо немного попиксельхантить и курсором, словно кладоискателем, нащупать, где что в подвале надо потрогать, чтобы было весело, а всего-то надо было нащупать коробку, чтобы найти болторез. И тут вы мне скажете, хей, но ведь коробку-то можно было додуматься потрогать. И, ну, допустим, допустим. С помощью болтореза режем цепь и смазываем петли. Опа, время для головоломки, но непростое. В этот раз нам наконец-то надо решать, что-то сверяя с дневником. И на самом деле это именно то, что я поначалу и подумал, но дневник к нам тут не поможет. По ходу данной главы мы то и дело натыкаемся на некие кнопочки, которые собираем. И вот сейчас найдены кнопочки, вроде как надо вставлять в пазы, но их мало у нас, а еще надо выставлять координаты. Я поначалу подумал, что ответ действительно кроется в каракулю к Дракулу. Быть может, это ответ. Или это ответ. Да, именно про этот механизм Дракул и ехидно усмехался, называя людей тупыми, но данная инфа никак не помогает. А на деле все как всегда, относительно, относительно просто. Надо просто спуститься в подвал, просто додуматься подвинуть еще одну коробку, которая вроде как стала доступна к движению после того, как мы подвинули первую коробку. Просто залутать еще одну кнопочку, а потом двинуться на второй этаж и за картины найти бумажку с подсказкой. И вот вроде не докопаешься. Ну можно же было додуматься тут подвинуть, подняться на второй этаж, подвинуть картину и что-то там залутать, но... А никаких «но» нет. Несмотря на то, что у коробок действительно не сразу была заметна смена курсора, в остальном докопаться я могу лишь сугубо до себя, так как ничего сверхумственно сложного пока не было. И я как бы задаю вопросом, а почему так? Но при этом я представляю разрабов, которые смотрят на меня и такие... Сказочный. Зип-хук. И как бы на этом обычно все подобные споры заканчиваются, но, к сожалению, скоро аргумент у меня появится. Мы вставляем бумажку с подсказкой, заливаем масленкой, дабы картинки проявились, и вставляем пины в нужные пазы. Тадам! И открывается некий тайный проход в подвале, который ведет в канализацию и... И мы оказываемся у дурки. Но у дурки не простой, а где ныне находится товарищ Джонатан Доктор Сьювард. Да и теперь вопрос. Мы серьезно бегали туда-сюда, искали пины и пиксель-хантили коробки, чтобы... У нас так-то в игре ворота были? Мы могли просто выйти? Нет, конечно, в здание мы сходили не зря. Мы нашли дневник Дракулы, который очень пригодится в дальнейшем. Уничтожили несколько упырей, да и лишний раз подтвердили, что тут обитает зло. Но вот эта дресня с спинами, она сейчас к чему была? Поначалу я подумал, что эта машина что-то тип хранилища, крови жертв, но нет, это походу реально просто машина, которая взяла и пустой бассейн наполнила водой, а затем... А затем данный факт открыл нам дверь в канализацию. А... А почему бассейн был пустой? И почему он наполнился водой? Это как работает? Я не понимаю. Уэээээээ. Я, конечно, могу побыть адвокатом дьявола и сказать, что вот тут имеется механизм, который закручивает в бассейн воду, и когда он закручивает, он тем самым еще одновременно открывает дверь, но нет. Дверь мы открываем сами и... Ну, короче, забейте. Мы около дурки. Мы дома. Стоять по двери особо смысла нет, а потом и заходим. Мистер Джонатан, сэр, пожалуйста, входите. Последнее слово за мужчиной, это слово. Это место у меня всегда бубышки на коже вызывает. Лейса подмечает, что за дверью данной опасной и всякой дичь творится, а потому без присмотра туда ни ногой. Джонатан забивает на этот болт и идет на встречу с доктором Сьювардом, который ныне с миной в ожидании чайовничает принцессу Яву со спиртом, которого в простонародье называют Лонг-Айлендом. Джонатан рассказывает, что, мол, Карфакс не такой уж и заброшенный, как они думали, и... И все. После этого Сьювард застывает, настало время диалогов. Конечно, приятно, что в игре есть такие нововведения в виде гейм-овера, но, конечно, было бы очень классно, если бы... Эти лица двигались. Я понимаю, это ограничение того времени, однако имморжинируйте подобное сейчас. Мне очень нравится дрочить на средства для мытья посуды. Кстати, доктор Сьювард и Мина тоже время зря не теряли. Ребята, да-да, даже Мина, занимались изучением и расшифровкой старых документов, в которых говорится про тот самый драконий ключ, кольцо или как его там. Оказывается, кольцо упоминается в последний раз в 1442 году. Оно принадлежало князю Раду, сводному брату Дракулы. И вообще, кольцо не является полным. В него надо вставить некий камень, чтобы оно обрело силу. Достаточно интересный факт. Вполне возможно, что кольцо будет нашим потенциальным оружием против врага. Это было бы немного странно, так как в первой игре это был всего лишь какой-то мастер-ключ от всех дверей и механизмов. А еще Джонатан неожиданно спросил про кинотеатр Стикс. И тут вы спросите, какой кинотеатр Стикс? А все очень просто. Дело в том, что разработчики только что оформили нам такой замечательный сюжетный прием, как крысиный вывод. Крысиными выводами я называю ситуации, когда персонаж сам про себя что-то подмечает, делает выводы, но до поры до времени эти выводы никак не озвучиваются. А потому игрок даже не в курсах про них. В данном случае, в Доме Дракулы Джонатан обнаружил футляры из-под синематографических бобин. В одной из них были примечательные вещи, а именно непонятная бумажка и коробок со спичками. На спичках было написано Стикс. Находку данную Джонатан никак не прокомментировал, а на название Стикс я даже не обратил внимания. Однако в беседе с братанами Джонатан говорит, что пришел к выводу, что Дракула заведует данным кинотеатром. И сделал он данные выводы на спичках и упаковках из-под киношных лент. А почему именно заведует? Может он просто с синематографом увлекается? Может быть он сожрал какого-то режиссеришку? Я не понимаю. А еще я не понимаю, почему он сделал данные выводы в крысу? С таким же успехом он, глядя на бассейн, мог сделать вывод, что Дракула пловец и в резиновой шапочке волны разрезает. Ныне Мину доктор гимнотизирует в целях вызнать больше про Дракулу. Та говорит о каком-то саде камней и вырубается. Доктор считает, что под садом камней Мина имеет в виду местное кладбище Хайгейт. Джонатан удивлен и теперь, когда Мина спит, честно говорит, что в доме чуть не помер из-за темных сил. И вообще там был труп некого могильщика Пибоди, который как раз таки и батрачил на то кладбище. Доктор шокирован, так как Пибоди был его подручным и занимался тем, что расследовал вероятность нахождения секретного логова Дракулы на кладбище в усыпальнице со знаком Волка. Теперь Джонату надо идти на кладбище, но идти надо сугубо через канализацию, так как так якобы безопаснее. Одна из дверей в дурке ведет прямиком в кладбище и... Для начала скажу, игра передала ощущение нахождения в темных грязных канализациях прямо как в жизни. Мы дома. Хоть я и понимаю, что картинки статичны, но все равно благодаря качественному изображению и звуковому сопровождению прям веришь, что ты именно там. А то мне еще печальнее от гадких отзывов, который говорил, что мол атмосферы нет и в игру не веришь. Мда. Свинист. Но на этом приятности заканчиваются, ибо снова начинается мое блуждание. Туда-сюда в поисках чего-то там. Мы находим всякое, всякое откручиваем, и откачав воду... Чего-то добились? Я не буду душить загадками и предложениями, самим попробовать отгадать, что тут надо сделать. И просто скажу, что после откачки надо взять лестницу и додуматься навести мышку сюда, дабы лестницу поставить для спуска вниз. Ну ладно, докапываться такой мелочи нельзя, но из таких мелочей вся игра и состоит. Уже внизу надо додуматься, навести мышку на небольшой участок на стене, куда можно приложить лестницу, и... Но это некрасиво. Ведь догадался я лестницу поставить не потому, что, о, мне наверх надо, а потому что, о, курсорчик поменялся. Несмотря на то, что игра очень красиво выглядит, играть в нее я вынужден на ощупь. И да, тут вырисовывается самая главная проблема игры. Пиксель-хандинг. И пиксель-хандингом здесь пропитано очень много сегментов. Дабы вы поняли, насколько эта проблема серьезна, я упрощу здешний геймплей до простенькой схемы. Вся игра, как и многие квесты, состоит из простой формулы. У нас происходит сюжетный эпизод. Дабы дойти до следующего эпизода, надо, допустим, по кнопочкам вбить некий код. Так вот, конкретно в случае с Дракулой, код становится вбить не так уж и легко, потому что все кнопки разбросаны, а некоторые так и вовсе невидимые. Если с разбросом кнопок я проблем не вижу, то вот с невидимостью беда сильная, потому что буквально надо вводить мышкой туда-сюда в надежде, что курсор поменяется. К сожалению, таких ситуаций в игре очень много. И я еще молчу про то, что в игре очень много темных локаций, где вообще ничего не видно. Короче говоря, тяжело. Покидаем канализацию, и вот мы на кладбище. Для начала я в очередной раз выдам порцию восхищения. Как же я рад, что в игре музыки по минимуму. А потом и то и дело мы можем наслаждаться лишь звуками окружающей нас действительности. Поперой на кладбище вообще непонятно, что и где надо делать. Мы просто ходим и пытаемся курсором ходить на что-нибудь наткнуться. Я даже за каким-то хреном залез в могилу. Зачем? Благо нам удалось обнаружить лестницу, которую мы разблокировали ключом могильщика. А раз есть лестница, то значит можно куда-то залезть. И Джонатан залез, но лучше бы не лез. Так как наверху в саквояжи обнаружился кол и крест. А если есть кол и крест, значит против кого-то придется их использовать. Так-так-так, очень кстати, как хозяин и сказал. Мне всего-то нужно тебя у какого-то дело с концом. Тогда я получу свою награду. Но не волнуйся, я сделаю все медленно и мучительно. Господи, вы только посмотрите, какие у Дракулы полудурки на подсосах. Даже наш брутальный Джонатан словил некий шок от кринджа. Теперь этот кретиноид могильный стоит над нами, как кризис среднего возраста над 15-леткой. И ждет, когда мы покажем ему наш крест. А потом Джонатан забивает его своим дрыном. И опыт превращается в наполнитель для кошачьего толчка. А мы же наконец-то можем его залутать. И как бы это ни было странно, сейчас создается впечатление, что мы подходим к некому концу обучения. Так как вот-вот весь сюжет перевернется с ног на голову, а Джонатан окажется в далеко не выигрышной позиции. С помощью компаса и дневника, найденного у подсоса, Джонатан обнаруживает Дракулу и его логово. Я люблю бупать горгульку. Буп! Ну, увы, некие силы не дают нашему герою пройти внутрь за Дракулу, и тот теряет сознание, жидко оподливившись. А вновь просыпается под утро и идет в дурку, униженный и попущенный. Благо, наш Джонатан хотя бы жив остался, а то Дракулу мог его спокойно ночью найти, и ему... Эх... Не, ну... Ой... Не, ну ты че, гуришь что ли? Это вообще ненормально. Увы, но в дурке все не так просто. В кабинете Сьюварда никого нет, а в звукозаписывающем устройстве осталась запись. Джонатана нет уже несколько часов, а Мина все еще спит у меня в офисе. Пока доктор записывал свой очередной аудиодневник, дабы мысли не потерялись, случился сюжетный перевертыш в виде прихода Дракулы. Но... Что? Мой бог! Это же Дракула! Оставь свою вышибалу там, где и нашел. Он тебе больше не понадобится. И далее в записи Дракулы его подсосы похищают доктора Смины, и ныне Джонатан остается один в своем приключении. Смею восхититься. Данный сюжетный ход потрясет. Наш герой... Остается один на один... С коварными силами тьмы. Никто ему не поможет. Никто не подставит свое плечо. То есть ситуация буквально... Как в первой части. Данный факт весьма удручает. Я действительно надеялся на какую-то командную работу. А в итоге вместо Джонатана и работяги я получил очередную... Джонатан заливает соляры против сил зла. Но мы не отчаиваемся. Жока проявляет смекалку и с помощью стетоскопа взламывает сейф доктора, в котором лутает кучу полезностей. Среди которых дневник Сьюварда и... То самое драконье кольцо. Благо Дракула его не нашел, так как... Он абсолютно тупой. Кретин. Худший из худших. Позор вампирской нации. Да, зачем обыскивать комнату своего врага на наличие ценных и полезных вещей. Пфе. В этом плане сюжет следует главной идее первой игры. Граф Дракула абсолютно самоуверенный тупой. Я до сих пор не могу понять, это задумка автора или просто так вышло. В любом случае, данный эпизод является кладезем лора и контента. В дневнике Дока находится много инфы, которая так или иначе пригодится по сюжету. Тут и инфа о некой лестнице и каких-то дьявольских когтях. Но более поражает инфа о семействе Дракулы, которое позволяет посмотреть на ситуацию под другим углом. До этого я думал, что семейка Дракулы это типичные Малфы, а именно в их семье полно тупости, числа и инцеста. Однако нет, я ошибался. В дневнике поясняется, что после смерти Дракула, Драконье кольцо по наставлению Дорка, да-да, той самой, было отдано младшему сводному брату Раду. Дракула с этого бомбанул, и Раду запер в темницах подземных, а Дорка изгнал. Самое же Драконье кольцо с камнем внутри имело внутри себя баланс из темных и светлых сил, но стоило Дракуле кольцо заполучить, как он вытащил и выбросил камень, тем самым начав пользоваться вышедшими из-под баланса силами тьмы. Но и на этом не все. Господи, последние три волосинки. Из дневника узналась информация о нашей нынешней цели. Последнее прибежище Влада Цепиша, или, проще говоря, логовый граф Дракул, где и находится то самое слабое место, в которое, если ударим, вампиру конец. Идут после этих событий, и после узнанного игра, на удивление, не сбавляет обороты, а даже наоборот, разгоняется и начинает накидывать все больше и больше забавной дичи. Джонатан вычитывает инфу про некого пациента Хопкинса, вы его помните из начальной заставки. Ее персонаж взят с Рентфилда из оригинального произведения, однако имя другое, но это не суть. Судя по записи, он был верным слугой графа Дракулы, но после того, как увидел Мину, засомневался. Предал вампирскую жизнь ради бабы, а все потому, что настоящая темная сила находится не в драконьем кольце, а в женской репродуктивном органе. Хопкинс находится в подвальной части дурки, однако именно тут Джонатан натыкается на бывшего работника, который ныне обращен в упыря. Да, бедолагу превратили в нечисть. Грустим немного, но далее с легкостью шугаем крестом. Не убиваем, а лишь оглушаем. А еще с помощью спичек и сахара лутаем муху. Она нам нужна, так как Хопкинс любит есть насекомых. Забавный факт. Некоторые люди боятся, что такие сладости будут популярны и в реальной жизни. Теперь можно поговорить с потенциальным союзником. Ребята, ставьте лайк, если примерно подобно обустроенной комнатой вам вполне хватило бы для полноценной и комфортной жизни. Кстати, пока мы ему не дадим муху с сахером, он будет смотреть на нас взглядом человека, который имеет карт с 30 терабайтами лайв-блогов Марии Бабко. Ммм, вкуснятина. Это муха, но чисто сладкий подарок. Хопкинс, что стало с Миной и Доктором Сьювардом? Отвечай. Хопкинс поначалу ехидничает по поводу того, что Дракула схватил Сьюварда, но стоит речь и зайти о Мине, как он начинает запинаться и нервничать. Сразу видно, к Мине испытывает чувства особые. Однако этих чувств мало, нужно аргумент повесомее, чтобы переманить его на свою сторону. Из дневника Доктора наш Джонатан узнает особый рецепт средства для борьбы с нечистью. С помощью крови вампирской наш герой варит эликсир, смазывает патроны и теперь смело просит Хопкинса помочь. Я уже побеждал Дракулу один раз. Верь мне, и вместе мы спасем Мину. Эй, слышь, дистанцию-то соблюдай, не смущай человека. И тут неожиданно случается такое, что... Давайте вот я сейчас никак не буду это комментировать, и вы посмотрите, сделайте какие-то свои выводы, и... Ну вот тут, наверное, я реально буду наставить на том, чтобы вот вы свое мнение по данной ситуации написали. Хопкинс говорит, что готов довериться Джонатану, только если тот отдаст ему Драконье кольцо, и он сразу же без лишних слов его отдает. Что? Какого? За это Хопкинс отдает свои очки, которые что-то там позволяют видеть, связанное с темными силами? Не-не-не-не-не, еще рано делать выводы, дальше и лучше. Вдруг неожиданно звонит телефон, и Джонатан уходит наверх. Тут я пожалуюсь немного, я не сразу понял, какой телефон надо взять. Я подхожу к столу, а телефон не берется, спускаюсь обратно, тут телефона нет, иду наверх, а телефон снова не берется, в итоге надо было просто взять с другой стороны. Ну, дурачок че. Ты не более чем крыса, потерянная в лабиринте. Даю тебе знать, что эта забава мне больше не приносит удовольствия. Я... Заткнись! В общем, Дракула позвонил чисто, чтобы задизморалить Джонатана, а потом бросает трубку, и что бы вы думали? Хопкинс пропадает! Вышибал его подито же, а наш герой такой... и что это было почему он вообще без лишних слов отдал драконе кольцо человеку который съел муху сахаром почему я не понимаю или же наш герой так сильно уверовал в силу маги хопкинского баборабство что без каких-либо гарантий просто взял и отдал потенциально оружие против врага незнакомому человеку Благо под вышибал и находился вход в канализации, в которую мы и спускаемся. К слову, я не просто так сказал, что вот теперь эта игра начинается, ведь ныне бытие Джонатан становится далеко не сахарный пятюшок. Да, мы снова в канализациях, однако ныне идти должны совсем другими путями. Один из тоннелей занят крысами, а вот в другом Джонатан с помощью очков Хопкинса подмечает следы нечисти. Ого! Эти очки оказываются реально полезны? Все-таки Джонатан доверился не зря. Наверное? Далее идет головоломка с мостом, которая не важна. Важно то, что неожиданно появляется упырь из дурки и именно на нем мы испытываем наше новое оружие. С помощью очков видим слабое место, стреляем пулькой с бафом против зла и все. В первой части наш герой также то и дело выводил из строя противников, но вот во второй части наконец-то борьба со злом выходит на новый уровень. Джонатан начинает убивать и не благодаря головоломкам, а с помощью огнестрела. А ведь действительно странно, если так подумать, в Трансильванию наш уважаемый Джонатан поехал без оружия, с голыми руками. Один! Почему? Я не знаю! Я не сомневаюсь в лютости нашего молодца, однако признаем это тупо. В той же заставке первой части они так-то врага из пушек губили только так. Дракулу вообще закололи. А что поменялось? Но все это не важно. Тростепенно, так как далее появляется противник, которого из краткоствола не погубишь и колом кожаным не проткнешь. Головоломка, но не простая, а весьма серьезная. Это одна из первых головоломок за эти две игры, от которой я не иронично дался диву. Суть заключается в том, что данный замок можно открыть, правильно подобрав шифр. Краткая инструкция по взлому находится в дневнике Дракулы, но видна лишь при использовании очков Хопкинса. Да, дневник графа гораздо глубже, чем может показаться. Сама инструкция какая-то запутанная, но по ходу дела все встает на свои места. Сначала надо разделить особый ключ, который мы нашли в Карфаксе на две части. Потом, поглядев на знак на двери, правильно подставить одну из частей ключа. После, поглядев на цифру, нужно в правильном порядке, показанном в инструкции, подобрать число и вбить его в ключ. Потом соединить две части ключа в единый механизм и открыть дверь. Звучит легко, но на деле загадка решается гораздо сложнее, так как изначально вообще непонятно, что и куда. Тем не менее, я не иронично кайфанул от разгадывания головоломки. Это идеально, я бы даже сказал, эталонная головоломка, вынуждающая нас жонглировать предметами в инвентаре. И что самое главное, она без какого-либо пиксель-хантинга. Максимально честная, понятная и заставляет бумажно подумать. Дверь открывается, а мы же оказываемся в том самом кинотеатре Стик, с которым Дракула реально владеет. Тури, ту тури, ох ёп, ничего себе, реалистичный Дракульный манекен, вау. В самом кинотеатре страшное, но неудивительно, всё-таки тут показывают ужасы. Но мы данной атмосферой даже не успеваем насладиться, так как неожиданно наблюдаем нечто очень забавное. А именно небольшой фильм, в котором Дракула несёт мину в башню. Для начала забьём на тот факт, что это просто катсцена из первой части. И попробуем обмозговать лор вокруг данного кинофильма. Во-первых, снималось это всё в Трансильвании. Во-вторых, фильм состоит из трёх записей, которые снимались с трёх разных позиций. То есть одновременно было задействовано три камеры. Можно было бы подумать, что граф поставил на запись три камеры, спустился вниз, взял мину на руки и потом пошёл с ней по лестнице. Да, это звучит тупо, абсурдно, но граф богат, уж думаю, может себе позволить. Однако имеется один факт, который перечёркивает данный сценарий. Одна из камер движется и следит за Дракулой с мины, а значит за ней реально стоял оператор. Отсюда я смею предположить, что раз для одной камеры оператор нашёлся, то и за остальными двумя тоже кто-то стоит. И тут подходим к самому смешному умозаключению. Можно было бы предположить, что Дракула запряг кривозубых крестьян для данного дела, но вы только посмотрите на них. Я абсолютно уверен, что таких идиотов Дракула, а я напомню, что он ЧСВшный и очень не любит людей, таких идиотов Дракула не допустил бы до такого дорогого и чувствительного оборудования. И тут многие из вас догадываются, к чему я веду. Да, Дракулу снимали никто иные, как его альтушки. Их ровно три штуки, по одной на каждую камеру. Они буквально снимают то, как их любимый муж несёт новую потенциальную жёнушку куда-то наверх на руках. Блин, надеюсь, тут нет нигде ещё одной плёнки, где они уже втроём снимают, как пожилой граф Мину на своём фиджет-спина рекрутит, да и в её мясном симпл-димпле пальцем ковыряется. Кстати, никто Рулл-34 с альтушками Дракулы так и не нарисовал и... Серьёзно? Значит, как бабы, то их мы не рисуем, да? А ещё я не совсем понимаю, почему Дракула и Мина просвечивают, будто они два Каспера. Быть может, на зелёнке снимали? Я бы не удивился, если бы Дракула был фанатом МЦУ. Благо, нам так и не удалось посмаковать дракульский синематограф, так как после этого Джонатан ставил какую-то бумажку, найденную в Карфаксе, в музыкальный инструмент, заиграла музыка и Джонатана обдало усыпительным пукишем. И тут вы не поверите. Джонатан оказывается в спальне Дракулы в Трансильвании. И не просто в спальне. Он лежит связанный в постели самого Дракулы. Ему, видимо, стало альтушек мало, и он решил реально перейти на фильмбоев. Нет, я не... Я не отрицаю, что Джонатан симпатичный малый, но это же неправильно. А вот и наш маленький шалун здесь. Игры кончились. Твоё оружие больше тебя не спасёт. Теперь ты в моей власти. Чего тебе надо? Дракула поймал Джонатана и теперь потешается над ним. Однако очень быстро приходит осознание, что дела идут совсем не так плохо, так как графтори будет с нашего героя Драконе кольцо. Как вы помните, кольцо было отдано Хопкинсу. Я подумал, что, блин, а вдруг Хопкинс нас предал и убежал с кольцом, а оказывается... Нет? Я ошибался? То есть Джонатан поверил в Хопкинса и Хопкинс реально не предал, но... А где Хопкинс? Джонатан потешается над Дракулой и говорит, что без кольца граф бессилен и вообще не более, чем кукла. И тут происходит очень странное, так как конкретно на слове кукла Дракула бугуртит. Эээ, кукла, да как ты смеешь? Так говорит со мной. Твой маленький смертный мозг даже и выобразить не может, что здесь происходит. Ну и дальше он начинает тираду о том, как скоро захватит мир, все будут присмыкаться перед ним, а кривозубые людишки, как Джонатан, займут свое законное место у Параши. После этого Дракула укатывает куда подальше, а на смену ему на крысичах приходит Хопкинс, а пацанчик-то легок на помине. Джонатан поначалу такой, что за дела, бла-бла-бла, но Хопкинс затыкает того и на гигачадоча говорит, что все идет по плану. Драконье кольцо в стене на кладбище, потом рубит путы и ливает. И тут я окончательно потерял нить взаимоотношений Джонатана и Хопкинса. Джонатан доверился Хопкинсу, но тот неожиданно ушел. И о ужас! Наш герой подумал, что тот его предал, но тот его не предал и... Не поймите меня неправильно, но на определенный период времени Джонатан реально поверил, что его обманули и отняли, возможно, единственное оружие против графа Дракулы. Револьвер не в счет, так как по моим подозрениям он работает только против нечисти и обращенных людей. И получается он абсолютно никак. На эту кражу не отреагировал и просто продолжил делать то, что делает. Это настолько феноменальный уровень плавания по течению, что даже легендарная авось тут просто мердит и кажется эталоном логики и здравомыслия. Джонатан на свободе, а игра потихоньку превращается в комедию категории Г. Началось с того, что револьвер оказывается под кроватью. Как он там оказался? А во время разговора экспрессивный граф Станислав Кула бросил его под кровать. Граф Дракула дегенерат. Но это не все. Выйдя из комнаты, Джонатан понимает, что он не в Трансильвании, а в киностудии Ворнер Дракулс. Если быть точнее, на студии кинотеатра Стикс. То есть получается это не шутки? Дракула реально тут снимает фильмы ужасов? Чего? Меня очень забавляет, как игра просто берет, вываливает нам этот факт и никак его дальше не развивает. А какие тут снимались фильмы? Про что они были? Кто актеры? Кто герои? Ничего. Нам просто в лицо кидают. Граф Дракула режиссерит помаленьку. Все. Живите с этим. Феноменально. А еще перед уходом Хопкинс приказал быть осторожным, так как тут всюду опасность. Однако я лично даже и представить не мог, какого противника против нас выставят силы тьмы. Неожиданно мы наблюдаем доктора Сьюварда, который уже походу стал нечистью. А так и нет. Он уехал куда-то, так что драться надо будет не с ним. И тут вдруг... Джонатану придется иметь дело с Дракулой аниматроником. Нет, нам никак это не объясняют. Лора вокруг этого аниматроника никакого нам не рассказывают. Просто живите с этим. У графа Дракула есть свой собственный аниматроник. Ам, 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 пацаны и девчонки. И как бы это ни звучало шуешно, но почему-то мне кажется, что именно он и разговаривал с Джонатаном. Так как, во-первых, он забугуртил при слове кукла, а во-вторых, он при уходе повернулся со странным звуком. Был ли это сундтрек или же звук движения колесиков, я не знаю. Подождите, то есть аниматроник связал Джонатана и положил его в постель графа Дра... В любом случае, факт остается фактом. Начинается пять ночей с кровосисий. Джонатан не теряется и сражается с аниматроником только так, но, как обычно, омрачает все неочевидность того, что и куда надо использовать. И самое, что обидно, так это то, что когда ты ищешь минут пять активную точку, на которую надо что-то использовать, ты сразу понимаешь, что конкретно надо применять на данную точку. То есть не сказать, что головоломки сложные, но вот нахождение головоломок – да. И эти ситуации настолько часто происходят, что я уже не всегда вижу смысл на них указывать. В ходе схватки хитрый аниматроник то и дело преследует малого, но хитрожопый брюнетик не теряется превращать робота в черешню. Труп аниматроника Джонатан полностью облутывает, и, к моему удивлению, он с него лутает некоторые запчасти, которые ему понадобятся в будущем, но на данный момент он об этом не знает. Типа, да, штука выглядит прикольно, красивенько, такая можно забрать, но тогда бы почему по такому принципу полностью не выпотрошить его и не залутать? А чё бы нет? Главное с коммуниздить, а надо не надо, дома разберёмся. Затем мы едем на лифте снова в кино, и тут встречаем доктора. Для меня уже нет надежды, но надежды всё ещё есть для обиды. Друган говорит Джонатану спалить карфок с крена собачьим, и ещё отдаёт ключ от своей лаборатории, где лежат некие полезные результаты его исследований. С помощью них Джон вампирёнышу колени сломает. Сам же Сьюворт просит отдать ему револьвер, так как он желает фидануть и забрать с собой это проклятое место, так как быть упрём зашкварно не желает. И Джонатан, конечно, отдаёт револьвер. Хотя Сьюворт уже обращённый, и он мог притвориться другом, а потом взять из... Ладно, давайте, не будем душить, ладно, хорошо. Это реально его друг, а Джон... Ой, господи, какой же Джонатан доверчивый писи, я просто не могу. Сьюворт, я... Я знаю. Я тоже друг мой. Я тоже. Ситуация грустная и не очень вкусная. Но делать нечего. Ещё одного человека Дракула погубил. Харкер идёт дальше. По канализациям Джона плывёт на лодочке и рассуждает, как сейчас спалит хату Дракулы, и тому ничего не остаётся, кроме как на крысичек отправиться в своё тайное логово на кладбище. И это в самом деле хороший план, не докопаешься. И мы снова дома у Дракулы. Правда, перед этим снова пришлось шифровкой заниматься, но это не важно. В самом деле, нам мало чего необычного надо делать. Нужно всего лишь устроить поджог. Но чего необычного в поджоге, верно? Мы всего лишь по дому лутаем всякие огнеопасные предметы и жём. Всё просто. Но это был бы не квест, если бы не внезапные внезапности. Неожиданно появляется Дракула и закрывает вход в канализацию, через которую мы пришли. И всё бы ничего, но прямо тут находится дверь, около которой лежит ключ от замка этой двери. Граф Сракула имбецил. Я уже не могу просто. В эту дверь Харкер идёт, ныряет в воду и ливает. Всё, он спасён. По идее Дракула уже давно мог победить Джонатан. У него были абсолютно все козыри возможностей. Единственное, что ему мешает, это сильная уверенность, что вокруг они не люди, а он Дертаньян. Запомни, дорогой зритель, если в обществе ты реально ощущаешь себя человеком среди животных, то, скорее всего, животное тут ты. Через канализации доходим до дурки. Хм? Достаточно забавно, как разрабы незамысловато так потаскали нас с предыдущим локациям. Такой беспалевный бэктрекинг. Именно тут с помощью ключа доктора Джонатан добирается до... А что это? Опираясь на записи с Юборда, приходим к выводу, что это особая машина против зла, которая на уровне каких-то радиоволны, колебаний, что-то там делает. Сам процесс настройки смысла описывать нет, но вот восхищаться буду, так как процесс буквально многоэтапный. Чё-то вставляем фото с циферками, проявляем внутри, что-то там настраиваем и в конце устанавливаем добытую из аниматроника штуку в саму машинку. Вот как он знал, что эта штука ему понадобится? Ну как? Нет, когда дело касается юморных квестов, там главный герой порой в карманы пихает буквально всё, что полу не прибито. А тут-то какая мотивация была. О, блестящая штука, это деду надо. Сама машинка с юморда работает так. Вот пред нами дьявольские крысы. С помощью машинки высчитываем некую внутреннюю крысиную энергетическую волну тьмы, вбиваем её в машину и вуаля. Честность ради скажу, что я не совсем понимаю, по какому принципу работает машина, но учитывая сеттинг игры, я всё спешу на некую техномагию. Таким макаром канализация и проходится, а Джонатан же оказывается снова на кладбище. Конечно, я к бэктрекингу отношусь с сомнениями, но в данной игре это сделано на удивление грамотно. Мы несколько раз посещали Карфакс и по итогу сожгли его. Несколько раз посещали Дурку и каждый раз получали там новое вооружение. И вот мы на кладбище. Что же мы делаем? А тут мы лутаем по наводке Хопкинса Драконье кольцо. Но важно не это, а то, что слова Хопкинса про кольцо я во время игры совсем забыл и залутал кольцо лишь после того, как сдался и залез в гай. То есть до того, как я получил кольцо, я полчаса чем-то занимался. А занимался я вот чем. Вход в логово Дракулы охраняют горгульи, которые просто так пройти не дадут. Нам надо эти горгули найти и с помощью машинки с Юборда разломать их в труку. Этот эпизод, кстати, очень смешной, так как по сути нам тут надо снова заниматься пиксельхандингом. Но это типа так и задумано. Ого, вот это я понимаю адаптация к техническим ограничениям. Что-то на уровне Тумана и Сайлент Хилла. Лишь после мы проникаем внутрь и именно тут я сломался морально. Внутри находится головоломка. Инструкция, как решать ее написано в дневнике Дракулы. Я пыкался, тыркался, вводил все комбинации, но тщетно. А тщетно почему? Потому что несмотря на то, что на подобной головоломке мы еще наткнемся и именно их решим с помощью дневника Дракулы, конкретно это решается иначе. А именно так. Игра рассчитывает, что игрок не кончен и полудурок. И помнит слова Хопкинса. Кольцо находится на кладбище под защитой святого Джорджа. А потому идет и находит там кольцо и записку от Хопкинса с шифром. Вы даже не представляете, каким кончалыга я себя почувствовал. Так как тут даже до игры не докопаешься, виноват только я. Но с другой стороны, блин, вы бы нам еще эту инфу в начале игры дали. Я так-то после этого в канализациях побывал. И в дурке, и у дома Дракулы, и еще от аниматроника несколько раз ошазел. Думаю, что-нибудь у меня из головы за этот период да выветрилось бы. Правда, мои мысли о самобичевании быстро улетучились. Так как проникнув в логово Дракулы, Джонатан увидел вампира. Но Дракула взял, порофлил над нашим героем и просто ушел. Да именно так. Джонатан обессиленно заорал, МИНА! Упал на колени и уехал в Трансильванию за Сракулой. Серьезно? Не, я понимаю логику. Убежище Дракулы было скомпрометировано. А значит, ему надо ехать обратно домой. Но... В Трансильванию? Опять? И да, мы снова в Трансильвании. И причем начинаем с тех самых шахт, в которых Джонатан показал себя тем еще гуттапирчивым мальчиком. Не, я же говорил про бэктрекинг, но это уже перебор. А если без шуток, то тут ситуация двоякая. С одной стороны, ууу, классно нам дали вернуться в знакомые локации с первой части, а за другой, эээ, рию соседов из первой части. Но я больше придерживаюсь первого варианта, так как вернуться из локации с первой части весьма приятно и неожиданно. Правда, локаций этих, будем честно, не так много. И посетим мы немного не те локации, которые, допустим, я бы хотел снова увидеть. Лично я бы посетил таверну с бабкой, дедом, но увы. Никакой нам таверны, только шахта. Тут Джонатан шустренько налутал динамитов, взорвал каменную голову, взлутал некий камешек красный и все. Мы больше не в шахтах, а уже в некой жуткой темнице. Темница или катакомба, ах, хрен знает. Тут страшно неприятный саунд, такой прям бэкрумсовый. То, кстати, было бы справедливо похвалить разрабов, так как дизайн данной локации, конечно, лютый. Это уже реально страшилка какая-то. Когда дело доходит до того, чтобы навалить плотно тягучие атмосферы, разрабы прям мастерски подходят к делу. И да, весь эпизод в катакомбах очень хорош, а потому тут даже как-то особо аналитику какую-то проводить нет смысла, поэтому давайте я вам просто расскажу, что да как. В катакомбах головоломки то еще испытание, так как всюду какие-то детали, какие-то рисунки и прочее, но тем не менее ковыряться тут приятно. А теперь о сюжете. Темницы эти непросты. Это именно то место, где Дракула заточил своего сводного братца. И, ну точнее, тут находились подсосы этого братца, и, короче, по найденной бумажке, соконструкции, мы делаем какое-то дьявольское устройство, которое открывает дверь, ведущую в темницу, где Раду, он же сводный брат, и находился. Конечно, это удачное стечение обстоятельств, что Джонатан додумался взорвать какую-то там голову и неожиданно попал в темницу, но не будем душить и лишь скажем, о, свезло так свезло. Кстати, тут тоже имеются опасные упыри, но они нам не страшны. В одной из кладовок мы нашли арбалет, смазали его жижей доктора Сьюварда, и теперь снова можем струячить по нечисти. Для тех, кто не помнит, револьвер мы отдали доктору Сьюварду. Я это говорю к тому, что во время написания сценария я что-то запамятовал, куда пушка делась. Но, да, да, дед уже, все, склероз. Но важно не это, а то, что в Трансильванию Джонатан снова поехал безоружным. Я не понимаю, что мешает взять с собой хотя бы какую-то пушку. Ты едешь в локово врага, но даже банального ножа не кладешь в иноментарь. На что ты надеешься? Именно поэтому я бугурчу ступости Дракулы. Ее соперник сам недалеко ушел, но у него нет ни суперсил, ни альтушек, ни подсосов на нечисти. Он просто Джонатан Харкер. Обычный британский непутевый парнишка. Тем не менее, неожиданно происходит поворот, переворот и оборот. Мы находим люто закованный и перекованный труп. И да, это тот самый брат Дракулы Раду, которого негодяй заковал здесь из-за комплексов и обиды. А во рту у Раду, вы не поверите, тот самый потерянный камень из Драконьего Кольца оказался. Как вы помните, Дракула специально вытащил камень из кольца, чтобы нарушить баланс темных и добрых сил. Внутри артефакт, а напоследок в отместку запихнул камень в рот братишке. Но не в сраку запихал он, а на том спасибо. Джонатан же все это видит и сказал, «Вах, какой дракуный камень!» Обваливает гробник. А еще я подметил, что на стенах полно Рафлан Булды, которых Дракула, видимо, сотворил специально, чтобы они рофлили над брательником. Ихе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Именно отсюда с помощью очков Хопкинса и с помощью починенной иконы взламываем шорткат, ведущий в... в... Замок Дракулы. А че, так можно было, что ли? Игра прям быстро нас проносит через какие-то знакомые локации, и я как бы, конечно, не против, но было бы неплохо и со старым знакомым видеться, например. И это буквально тот случай, когда... Договорился. Двери все в замке закрыты, и путь мой, как и в первой игре, идет в подвал, а там... Ну че, помогли тебе твои Дракуляхи. Стоило нас с Миной в той башне запирать, а? Я знаю, почему ты здесь. Я видела Мину в замке, а ты же настолько тупорылась, что взял и вернулся сюда. Ты не должен был сюда возвращаться. Демоны всюду и ждут тебя, а ты же можешь лицезреть, что я все потеряла. Тебя же ничего не спасет. Ты умрешь. Самое печальное в данной ситуации, то, что планы Дорка по подсосу Дракули не сработали. И не сработали по двум причинам. Первое, это, разумеется, то, что Джонатан с Миной сбежали, а значит, ей было нечего предложить Дракуле. А во-вторых... А во-вторых, Дракула нестабильный, чей свой шиз. Или, проще говоря, полудурек. А еще забавно то, что данный спич Джонатан спокойно проглотил, ничего не сказал, и на данный момент даже никак с бабкой взаимодействовать не может. Луль. По крайней мере, я так думал в следующие полчаса. Помните, мы нашли бумажку в катакомбах? Оказывается, перевернуть можно было. Вот в этом и проблема многих подобных игр. Одна маленькая упущенная деталь, и ты ловишь ментальный софт-лог, который решается лишь сугубо позорной экспедицией в интернет за прохождение. Кошмар. А даем бабке почитать бумажку. Так говорит, что письмо написано магией, и его она может прочитать легко. Краткое содержание письма. Существует некий крест, с помощью которого можно что-то нехорошее делать в отношении сил зла. Оно было где-то на кладбище в замке, но правые подсосы роды его спрятали, и тем самым насрали Дракуле. Неважно. А потом Джонатан показывает Дорко-драконье кольцо, и камень от него же, и сразу же отдает ей. Невероятно. Нет, конечно, я могу поверить, что у Джонатана есть какая-то чуйка. И он реально знает, когда может довериться, но в прошлый раз бабка так-то предала его, а прокинула. Однако, она прекрасно осознала, какой Дракула конч, и в этот раз она точно на нашей стороне. Даже говорит, что камень и кольцо можно соединить воедино лишь в тайном логове Дракулы, но понадобится это только в случае, если бабку убить. И одна из альтушек Дракулы убивает бабку и забирает Драконье кольцо. Джонатан в шоке, но бабка оперативно отдает нашему герою мастер кольцо, которое поможет малому перемещаться по замку, и потом откидывается. Всюду тьма. Неужели нет немного света для Драко? Блин, а это был грустный такой момент. Но на него нам параллельно, так как кольцо пропало. Да, камень остался у нас, но ядрить колотить. Благо Джонатан не отчаивается, делать нечего. Надо двигаться дальше. А теперь я дам совет всем начинающим разработчикам компьютерных игр, которые могут смотреть данный видос. Всегда сохраняйте исходники от своих игр. К чему я это говорю? Да потому что модель Дорка вшили в текстуру подвала. А вот подвал без Дорка у них не остался. Поэтому после смерти модель Дорка пришлось замазать черным. Вот так. Следом нам надо с помощью хитрых ухищрений переместиться через барьер, который поставила альтушка, и пробраться на второй этаж замка. Тут находится сразу несколько головоломок, но они неплохие, мне даже их ругать не за что. Находим бумагу, которую надценили с письмом, которому мы показали Дорка, чтобы понять нужную комбинацию, с помощью которой надо взломать некий тайник. И мы находим тот самый крест, который способен побеждать зло, а в нашем случае ломать темные барьеры. Например, тот самый альтушечный барьер. Джонатан спускается за пределы барьера и находит финальный элемент для креста данного. С уже собранным оружием Джонатан устраивает эээ, пастук? А, нет, он просто положил его. Да, теперь мы можем снимать всякие темные барьеры. Например, тут Джонатан открывает дверь в некую комнату с шахматами и получает правильный маршрут по полу в виде шахматы доски. Если не туда наступить, то смерть будет. Про эту ловушку даже написано в дневнике Дракулы, но неожиданно появляется бледный урод лично. Ломает пол и ливает, а Джонатан берет и выбирается с помощью всех полезных штук, лежащих у него в инвентаре. Тут уже становится понятно, что несмотря на то, что Драконье кольцо находится у Дракулы, он как был тупым бесполезным, так им и остался. Почему он не обвалил весь пол? Почему он не взял и не кинул Джонатана камень, чтобы тот упал? Почему Дракула так уверен, что уж точно в этот раз Харкер не выкрутится? Такое ощущение, будто он реально необучаемый. Нет даже так. Такое ощущение, что он дебил. На секунду представьте, что у вас есть заклятый враг, который реально вас ненавидит. Но все, на что он способен, это кинуть вам под ноги, я не знаю, семечки жареные, и после с мерзким смехом убегать. Такого человека даже врагом не посчитаешь, а просто городским сумасшедшим. То самое и тут. Дракула не воспринимается как противник, это просто какой-то дурачок. Комедийный второстепенный персонаж, чья цель просто заставить зрителей в зале похихихать, или покринжевать, как Джаджи Бинкс или Трисмеригольд. Мы с помощью очков и креста пробрались через дверь, зачарованную, и оказались на вагонеточной станции. И, пожалуй, тут я подмечу одну внезапную мысль. Нет, даже осознание. На уровне момента с Гарри Поттера про флейту. А вы заметили, что игра идет уже подозрительно долго? Первая часть окончилась очень внезапно, из-за чего мне показалось, что будто бы изначальную целую историю обрезали, и решили поделить на две части, так как бюджеты не позволяли. Если мне не изменяет память, похожая ситуация была с первыми двумя Сибириями, с Сибири, неважно. И это наводит меня на мысль, что если бы первая и вторая часть Дракулы были бы одной игрой, то это была бы... ЖЕСТЬ, какая большая игра! Да, мы, безусловно, занимались бэктрекингом, и в том же Лондоне по нескольку раз посещали одни и те же места. Но там то и дело открывались сюжетные повороты, появлялись новые предметы и дд. Из-за этого у меня, как у игрока, не было претензий по данному поводу. Однако, если бы первая игра не закончилась на побеге из Трансильвании, а продолжилась бы, то уже будучи одной цельной историей, она вполне возможно, либо окончилась раньше, либо лишилась многих сюжетных эпизодов. Из-за этого я прихожу к дилемме, что лучше? Одна средняя такая игра, или же... две игры, но которые по контенту в целом гораздо больше. Конечно, судить уже лучше после прохождения, но вы эту мысль, если что, в голове обмываете. Но да ладно, ныне нам надо двигаться вверх на вагонетке. Однако после приезда Джонатан неожиданно встречает Хопкинса, который очень даже рад помочь нашему герою добраться до пристанища Дракулы, но... появляются два абсолютно разных по эмоциям события, которые вызывают двоякое ощущение. Во-первых, Хопкинс сейчас умрет. Это будет достаточно грустная сцена, и финал его сюжетной арки, где он таки справился и встал на путь добра. Но... Вот проблема. Неожиданно появляется один из подсосов Дракулы с ножом, и именно снимает с меня весь настрой на драму, так как с его появлением у меня в ГЛА появляется только один вопрос. Где он потерял усы? Ладно, в первую часть я всё это могу спустить на мелкий косяк, но здесь он появляется то с усами в начале игры, то без. И нет, это не разные персонажи, это один и тот же человек с усами Шрёдингера. Он желал убить Джонатана метким броском ножа, но Хопкинс, словно Добби, принял удар на себя, сказал, что это лишь то малое, чем он мог оплатить за свои грехи и умер. Ситуация реально грустная, но опять же вся грусть проходит, так как Джона идёт мстить кривозубым упырям, которых убивает с забавными пенеспособами. На первых двоих он скатывает каменную голову, тем самым вызывая Индиана Джонс момент. А в третьего и тут попрошу внимания, стреляет из пушки. К слову, так если подумать, то сейчас Джонатан впервые полноценно убил. Упырей мы в счёт не берём, обращённых тоже, но тут он реально просто взял и жестоко убил тех самых трёх цыган. Вот так пережили пакости в первой части, а вот во второй уже удача их не спасла. В комментариях, кстати, подмечали, что, быть может, они переживали пакости Джонатана из-за того, что Дракула их как-то околдовал, но нет, вы видели околдованных графом-упырём. Эти трое не околдованы, а просто ссыкливые подсосы. После тройного убийства Харкер подходит к лифту и тем самым начинается финальная часть игры. Последнее логово Дракулы. Этот эпизод, пожалуй, самый быстрый, так как дела тут, по сути, не так уж и много. Нас ожидает три испытания, но прежде чем мы о них поговорим, я хочу обратить внимание на здешнее звуковое сопровождение. Я переиграл вам множество игр и могу смело сказать, подобное слышу не часто. Стоя у лифта, мы слышим некий странный жуткий белый шум, который, уже буду честен, нагнетает. А после, когда мы переходим мост, мы начинаем слышать это. Создается такое ощущение, будто за стенами находится какой-то адский завод по производству сатанинских кислинок. И поскольку мы уже у финала, я смело скажу, что отказ от музыки в угоду жуткого эмбиента хорош. Не отрицаю, что если бы тут по КД играла какая-нибудь органная музыка, то хуже бы не стало, но, по моему мнению, именно такой сатанинский белый шум создает атмосферу больше всего. Именно так формируется ощущение, что мы совершенно одни где-то около ада. А теперь насчет головоломок. Лестницу тут ведут в разные комнаты и стоит нам войти в любую, как за нами запирается дверь. И нас не выпустят, пока мы не поймем, что надо делать. Первая головоломка – это лестница. Загадка заключается в том, что надо спуститься только по каким-то конкретным ступеням, иначе, пройдя дальше, мы умудем. И тут, конечно, я сразу же метаю в игру недовольством. Так как игра даже не показывает, как Джонатан умирает и почему. Он просто наступает на землю, и все – смерть. Потому что дневнику доктора Сьюварда становится понятно, что ловушка любого человека рвет в клочья и в мясо. Но почему мы этого не видим? Струйку изо рта дорого показали. Уж думаю, и гурять, но оформить браться могли. Хотя, с другой стороны, помните, я говорил, как я смотрел комментарии о прохождении данных игр? Мне же говорил, что многие там вспоминали, как они играли в детстве с семьей, кто-то с бабушками, на плойечке. Мне кажется, потому она тогда и зашла, что она была страшная, но по-семейному страшная. Так что, возможно, даже хорошо, что это не игра уровня урожайск. А что до головоломки с лестницей, то решается она легко, благодаря тому же дневнику доктора Сьюварда. По итогу мы решаем ее и подбираем тут какую-то дресню. А вот вторую головоломку я рот кожаной шпагой тыкал, потому что тут как бы головоломки нет. Это банальная перебиралка, где нам надо дергать за цепи. Когда мы дергаем цепи в правильном порядке, все норм, но стоит один раз ошибиться, все сбрасывается и начинается с начала. И как бы мои претензии тут не то, что это какая-то глупая головоломка. Нет, тут скорее проблема в том, что эти головоломки место где-то в начале, а не в конце. Хотя это я просто душный. Зануда. Правда, силы мироздания меня услышали и следующая комната, или если быть точнее испытание, это трындец какой-то. В книге доктора Сьюварда у первых двух испытаний есть название. Первое это когти сатаны из руки, держащей ключ. Второе зовется адской комнатой из-за лавы вокруг. А у третьей названия нет. Но он пишет, что это что-то вообще ужасное, кошмарное и антихристианское. И это правда, так как следующее испытание я про себя называю просто мясная комната. И не просто так. А я хочу напомнить, что с разработки первой части все это планировалось как некий интерактивный музей с каким-никаким сюжетом. Нет, это конечно неплохо, но что-то тут уже реально какой-то урожайск начинается. А это вот вообще не комплимент. И это еще ладно. Джонатан с помощью очков выискивает у мяса особые точки и стреляет по ним. И это что за бандура в его руках? Я как бы знаю, что этот арбалет, то он типа с прицелом и какими-то обвесами или что? Это же квест, а не средневековый Escape from Tarkov. Под конец Джонатан делает в комнате прививку от всех болезней и мясная статуя в его честь взрывается. А он же получает третий ключ. На данный момент у нас три ключа и они дают нам возможность получить форму для плавки особого рычага, который должен призвать лифт, ведущий к Дракуле. И вот обязательно все так усложнять. Почему нельзя просто сделать лифт? Я понимаю, что без этого не было бы игры, но из-за этого Дракула вставляется больным вельвонкой, который украл мину чисто, чтобы, ну, хотя бы кто-нибудь увидел все это величие замка с приколами, иначе я просто не выкупаю. Ну да ладно, дамы и господа, как бы это ни звучало неожиданно, но мы только что решили финальную головоломку. Рычаг вставляется, а Джонатан же на лифте движется к финалам и подытоживание. Он оказывается в каком-то днище, где его вырубают альтушки. И тут вы, конечно, простите, но какие же альтушки красивые. Просто тот, кто их дизайнил, уж точно не зря ел свой багет. И самое печальное, что с ними чёт Рулл 34 не так распространён, как хотелось бы. Ох... Дамы отводят нас к Дракуле и Мине. Мина, кстати, судя по всему, геймер, ибо откуда у неё такой чёткий след от наушников? Ты прошёл через все ловушки, все опасности, убил всех моих слуг, но тем не менее, уже слишком поздно. Я и Мина будем вместе, и ты нам не помешаешь. Мина, скажи что-нибудь, не давай ему решать за себя. Я верю, что наша любовь сильнее, чем он. Я немного обескуражена, но всё во мне говорит, что я его душой и телом. Как вы можете понять, ситуация далеко не хуба-буба. Джонатан говорит, что его союз с Миной заключён перед Богом, на что Мина парирует заявлением, что тут Бога нет. Но наш герой достаёт кольцо обручальное, найденное на полу в дурке, и тут у Мины всё встаёт на свои места. Притом настолько, что у неё срывает клапан, и она превращается в маленький базомёт на максималках. Она говорит, что Дракула никто, чмошник, и его предложение о вечной жизни это на самом деле предложение вечной смерти, и она не желает находиться в этом царстве теней и разрухи. На это Дракула люто бугурти и говорит, что мол, ну и хрен с тобой, я буду жить вечно, га-га-га, а ты за свой отказ стать королевой альтушек поплатишься жизнью. И вот вроде не такая уж и плохая концовка. Да, их сейчас убьют, но зато они хотя бы умрут вместе. Этакий нейтральный финал. Если только вдруг Дракула совершенно неожиданно максимально проигрышную для Джонатана ситуацию не превратит в максимально выигрышную. Быть может, хотя бы раз Дракула не поведет себя как Чисвы уе... Да, вы все поняли правильно. Буквально перед Дракулой выемки в полу лежит драконье кольцо, которое граф показательно положил впереди и даже не подумал, что что-то может с этим кольцом случиться. А как мы помним слова Дорка, именно в логове Дракулы можно починить кольцо драконье. Джонатан неожиданно делает перекат вперед, вставляет в кольцо камень и Дракула вместе со своим царством тьмы просто дезинтегрируется и ливает с позором. КОНЕЦ 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 это не может так закончиться. Силы тьмы так сильны, но почему я НИЧЕГО не могу сделать, чтобы остановить все это? КОНЕЦ КОНЕЦ Неужели это действительно конец? КОНЕЦ КОНЕЦ ДРАКУЛА И на этом ДРАКУЛА 2 кончается, дорогие мои друзья. Да, вот прямо так. Все святилище, а точнее даже Империя Дракулы и его альтушек превращается в прах. Конечно, это Дракула неужели это конец? дает легкую перчинку и ставит под вопрос дальнейший сюжет, но по сути да, на этом арка Джонатана и мины заканчивается. Что там дальше в дальнейших частях будет нас на данный момент не волнует, так как работа конкретно данных разработчиков на этом заканчивается и именно общий итог этих двух игр мы сейчас и подытожим. Да, первого Дракулу мы хорошо разжевали в предыдущем ролике, но учитывая контекст второй части, ситуация вырисовывается немного иная. Не поймите меня неправильно, но изначально, когда я делал ролик по первой игре, у меня создавалось впечатление, что я занимаюсь чем-то пустым и ненужным. Игра была чистейшим средняком с рафлинками, которым можно было пропустить. И тут я соглашусь, но часть саспенса накидывалась как раз таки потому, что у меня создавалось ощущение, что я занимаюсь некой легендарной посредственностью. У игры было много дыр, отсутствие логики во многих моментах и я реально думал, что вам не зайдет. Да, сама серия игр имеет достаточно неординарную историю со своими взлетами и падениями, со своими драмами и радостями, но это все становится явным лишь с каждой пройденной частью. Именно поэтому я сейчас смело скажу, что, скорее всего, многие из вас именно со второй части так же, как и я, начали чувствовать в игре некую душу. Будто сюжет начал просачиваться неким соком, который придавал не только второй, но и первой части некий приятный глазу и уху шарм. Примерная ситуация у некоторых людей была с той же самой Two Worlds и у похожих по качеству игр. Поэтому, с одной стороны, я понимаю, что первая часть мне контекста, второй выглядит очень так себе, а с другой, если бы они сделали сразу одну игру, то есть вероятность, что она была бы гораздо меньше. Быть может, не было бы некоторых локаций, бэктрекинга или того же возвращения в замок. А так, первая часть продалась хорошо и тут на тебе дали вторую часть, которая гораздо больше, гуще и насыщеннее первой. Поэтому то, что изначально одна игра разделилась на две, в принципе, очень даже неплохо. Мало того, после выхода второй части эти две игры начали продаваться в бандлах. А потому, тем, кто начал своё знакомство именно с этих бандлов, нехило так фортануло. Ну а теперь, подробнее про вторую часть. У игры всё так же много проблем и самое главное это пиксель-хантинг. Она начинается с самого начала первой части и словно хроническая болезнь сопровождает вплоть до конца игры. Это, конечно, минус и минус сильный, но у игры есть и плюсы. Например, головоломки. Так уж вышло, что когда дело доходит до камерных пазлов, то дело крутится абсолютно в другую сторону. Пиксель-хантить тут нужды особо нет и вся тяжесть решения ложится сугубо на головушку нашу, а не мышку, которая метается по экрану в поиске того, на что можно нажать. Да, бывают душные или странные загадки, но их не так много, а те, которые есть, вполне может быть имеют индивидуальные проблемы сугубо со мной. Еще в плюсы сразу с корнем вкидываю визуал. Да, картинки статичные, но на это очень быстро забиваешь. Конечно, будь эти бэкграунды живыми, игра выглядела бы еще лучше, однако в противном случае игра тамошние технологии просто взорвала бы. И тем более разрабы изначально позиционировали игру как музей. А если бы тут был графон как в Далматинцах, нет, но зато есть некое подобие эмбиента, но я бы его больше назвал натуралистичным звуковым фоном. Игра то вставит звук канализации, то адский белый шум, то страшный ветер в одиноком особняке. И тут эта атмосфера создает гораздо больше, чем если бы играл какой-нибудь пенис-мьюзик. Наверное, из плюсов также стоит сказать о сюжете. Да, очень часто отсутствует логика в тех или иных моментах, но сама история борьбы суп против Дракулы интересна. И интересна она именно тем, что главный враг Дракула это абсолютно тупой и чейсвшный уволень, который имей айкью на 2 единички больше, уже давно победил бы Джонатан. Просто натравив на него бугаев с ножами прямо при входе в таверну. И при всем при этом игре все эти косяки в логике прощаешь просто потому что а почему бы и нет? Это же сказка, да страшная, но все же сказка. Персонажи не самые плохие, противники мемно глупые, а союзники Джонатана при смерти вызывают легкую, но тоску. Для своего времени мне кажется людям очень даже зашло, особенно учитывая огромнейшие продажи. Тем более смешно наблюдать за критикой французских журналистов, которые вторую часть наругали больше, чем первую. Даже в те времена игрошу все-таки умудрялся говна поесть. А как вам данные две игры? Я знаю, вам первая часть понравилась, но так и знал, что придется заниматься всей серией. К слову, насчет обсуждения игры. Так, дайте-ка себя тут лучше. Не забывайте подписываться на наш ВК. Там сейчас по игре попрут мемасики, а еще и арты. На телегу залетайте. Да-да, ссылочки если что внизу. Там я пишу всякие мысли, свои новости, анонсы и прочее. И еще я стримлю на Ютубе. На Ютубе. На канале Деграстрим. Ссылка тоже внизу. Гудгейм и ВК Плей Лайв. Вот три места, где я стримлю. Заходите обязательно, буду вам рад. А на сегодня все, мои дорогие друзья. Спасибо вам всем огромное, мои вы хорошенькие, а также спасибо огромное всем членам гоблинской ложи с Бусти. Благодаря вам, благодаря вашей поддержке, эти ролики и выходят. Так. Вы все умнички. Сейчас я должен с вами попрощаться, до скорых встреч, мои дорогие друзья. Не прощаемся, еще увидимся, но я не знаю, сколько на данный момент идет ролик. Я записал уже очень много. Я тут сижу уже, не знаю сколько, просто уже нет сил. Я... Как я устал. Фуууууу. Я чуть-чуть немного не ожидал, что ролик окажется такой короткий. Дайте-ка сейчас я встану разомнусь. Ох, ёпс, студэй. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй-ёй. Ох. Ох ты ж, ёптить-моптить. Ох. Ой, ножки, коленочки. Ох. Так. Надо снять пиджачок. Как он, кстати, мой костюмчик, дамы и господа. У überže камеру подниму Вот так Микрофончик вот так вот подниму Микрофончик подниму Так вот Уооо Все, отраги Ох Фу, фу-фу-фу-фу-фу Мои родники Мои родники Мои родники Мои родники Так, держу сейчас микрофончик У этих все Вот так его поставлю Да что ж ты будешь-то делал Он еще сильнее упал Ладно Ладно, хрен с ним Подержу вот так вот микрофон Короче, дорогие мои друзья Следующий ролик По какой игре точно будет, не знаю Ничего обещать не буду На данный момент я, если что, прохожу Психонавты Ну, у меня должок по психонавтам Быть может, выйдет сначала небольшой ролик по двору Быть может, какой-то... Я не знаю, дамы и господа Планы такая вещь Все нестабильно, все каждый раз меняется Ну, вы поняли Тем более, учитывая, я сейчас слежу за здоровьем Мне сейчас целый год надо сидеть На диете, стол номер пять Питаться небольшими порциями По пять раз в день Примерно, люди, кто разбираются с здоровьем Понимают, что у меня сейчас происходит Как в этом году Будет идти с роликами, дорогие мои друзья Я ничего Предсказывать не могу Я даже не знаю, когда этот ролик выйдет Я записываю голос сейчас Но сейчас у меня уже Ноль сорок четыре Двадцать первого февраля Начинал записывать февраля двадцатого Вот Когда этот ролик выйдет Сколько я его сейчас буду монтировать Я не знаю Особенно учитывая, что у меня времени сейчас Катастрофически мало Но буду стараться, дорогие мои друзья Все ради вас Все ради вас Вот так А пока что А пока что А пока что А пока что Будем струячить дальше Да Ну да ладно До скорых встреч Мои дорогие друзья Не прощаемся Ибо еще Увидимся Ой, ну как же без этого Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok